Сегодня ролик будет максимально необычный и интересный. В этом ролике я сделаю обзор на проект Амазин ХРП. В этом ролике я вам покажу, что из себя представляет данный проект. То есть покажу работы, фракции, системы там и так далее. То есть в одном ролике я вам покажу все, что есть на проекте Амазин ХРП. Я думаю видосик получится интересно, особенно для тех, кто начинает играть на проекте, либо недавно пришел, то есть я вам сегодня подробно все расскажу, покажу там и так далее. Поэтому смотрите видео от начала до конца. Давайте на этом ролике между 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. А если ты только пришел или планируешь зайти на проект, то конечно же не забывай вводить мой промокод. Пишите слэш мм7пун промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч и его можно вводить на любом сервачке. Я вам конечно же могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Если вы думаете начать играть на проекте, но не знаете стоит это сделать или нет, то это видео специально для вас. Ну и возможно через год я запишу такое же видео и мы посмотрим как изменился проект. Присаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Ну что ж, я думаю можно начать с самого начала. Что вас ждет, когда вы зайдете на проект? Вас ждет вокзал Батырева и первым делом, что вы можете сделать, это конечно же пройти квесты. За которые вы получите очень ценные призы, а именно валюту, донат, петачки, опыт. Всем рекомендую сразу же проходить квесты, тем более на проекте их много. Сразу зашли, вводите промокодик, потом идете, проходите квесты и таким образом у вас уже будут первые деньги и уже будет неплохой уровень, чтобы пойти уже на нормальные работы и зарабатывать неплохие деньги. Теперь давайте начнем с начальных работ, их довольно таки много. Для новичков есть такие работы, как лесопилка, карьер, дайвер, завод там и так далее. Это работы для новичка, которые вы будете изначально как бы использовать для заработка. Но потом, когда вы уже вкачаете нормальный уровень, вы сможете пойти, допустим на рыбалку, либо на дальнобойщики. Это две самые прибыльные работы на проекте. Давайте я вам покажу, как выглядят эти работы. Сначала посмотрим систему дальнобойщиков. Вы приезжаете на базу дальнобойщиков и устраиваетесь на данную работу. Здесь вы можете ориентировать тягач. Каждый тягач доступен с определенного скилла. То есть сразу взять самый крутой тягач вы в принципе не сможете, поэтому как бы придется качать уровень. Но вы можете также устроиться в транспортную компанию. Но хочу заметить то, что на проекте система дальнобойщиков самая лучшая. Лучше нигде нету. Ни на каком проекте. Поэтому если вы любите атмосферу дальнобойщиков, если вам нравится возить рейсы, если вам нравятся большие такие массивные машины, либо вы можете работать на газоне, то вам эта работа в принципе очень сильно понравится. Вам нужно ездить будет по точкам, привозить всякие грузы, ценные, не ценные, по скиллу там и так далее. Но если вы не хотите работать на аренде, вы можете устроиться в транспортную компанию. Их довольно таки много и я думаю каждый для себя найдет местечко. Как работает транспортная компания? Транспортная компания такое здание, которое находится на карте. Они есть в разных местах, там в Арзамасе, в Литкарина, в Южном там и так далее. Вам всего еще нужно в чат дальнобойщиков написать о том, что вы хотите вступить в транспортную компанию. И вас с радостью туда примут. Здесь вы можете посмотреть информацию о компании, какой у нее стоит процент, сколько у них тягачей, людей и кто владелец. Ну а в компании вы уже когда устроитесь, вы можете брать тягачи. То есть вот список машин, здесь вы можете их брать, здесь вы можете посмотреть информацию о компании. То есть работать в компании много удобнее и проще, чем работать на аренде. Поэтому лучше устраивайтесь в компанию и там уже работаете. Давайте я вам покажу систему, что она себя представляет. Здесь получается есть рейтинг, это рейтинг компаний. То есть у нас, допустим, на втором сервачке есть 5 компаний, куда вы можете устроиться. Также вы можете почитать информацию, если вы вдруг не знаете, как работать. Здесь, в принципе, все написано, расписано. Поэтому, если вы вдруг не знаете, как работать, вы можете здесь почитать, либо посмотреть видео в ютубе. Самое главное, это то, что вы можете брать рейсы. Вот, допустим, Южный, Бусаева, Литкарина. Вы ездите по разным точкам, а их всего 16. И на этих точках берете рейсы. Чем больше у вас скилл, тем проще вам в будущем потом будет работать, и вы будете зарабатывать больше денег. Ну что ж, теперь давайте парим на такую работу, как рыбалка. Это тоже является одной из самых прибыльных работ. Точнее, это самая прибыльная работа, которая, в принципе, есть на проекте. Если вы здесь качаете скилл, то вы сможете зарабатывать за час больше 1 миллиона рублей. Данная работа пользуется тоже очень большим спросом. Таким же самым, как и дальнобойщики. То есть, здесь есть 2 вида заработка. Вы можете сидеть на причале, то есть, вы можете здесь рыбачить. Но сейчас, как бы, рыба закончилась. Потому что сейчас X2, сейчас выходные. А на выходных X2 опыт идет. Ну, точнее, не X2 опыт, а X2 заработок идет на рыбалке. На выходных на рыбалке сидит очень много людей. Как я и сказал, можете сидеть на причале рыбачить. Много разных мест. И также вы можете арендовать, либо купить лодку и рыбачить на ней. Также есть вот такие вот магазинчики. Они тоже расположены по всей карте. То есть, там Батырево, Арзамас и на причале Южного. Здесь вы можете купить себе снасти. То есть, можете купить наживку. И удочку, которая доступна вам по скилу. Также, как я и сказал, вы можете себе арендовать лодку. Чем, как бы, лодка дороже, тем больше туда влазит рыбы. Если что, данная работа доступна с первого уровня. Поэтому вы можете сразу прийти и уже рыбачить, зарабатывать денежку. Как начать рыбалку? Вы пишите команду slash fish и, как бы, начинаете рыбачить. Здесь вы можете подводить информацию. И также можете прочитать по рыбалку. Что нужно делать там, какие клавиши нажимать там и так далее. То есть, если вы вообще ноль. И вы не знаете, как рыбачить. Что из себя представляет эта работа. То вы можете зайти, в принципе, почитать. Здесь вы можете подводить свою информацию о навыке. У меня навык довольно-таки маленький. Также можете посмотреть прочность удочки. Наживки там и так далее. А начать рыбачить, вы пишите fish и начать. Вы садитесь, как бы, ждете. Пока появится у вас такая вот строка снизу. И там уже будете нажимать клавиши. И тем самым ловить рыбу. Теперь давайте перейдем к организации. Начнем, я думаю, с легальных организаций. Потом уже посмотрим государственные организации. Есть, получается, два вида криминальных организаций. Это русская мафия и ОПГ. ОПГ на данный момент всего лишь три. А мафии две. Это русская, получается, мафия и кавказская. Вы можете это все в GPS-е посмотреть. То есть вот здесь все подробно расписано, показано там, куда ехать, если что. Поэтому вот скинхеды, панки, байкеры, кавказская мафия и русская мафия. То есть всего пять нелегальных организаций, куда вы можете вступить и заниматься, как бы, там, криминальными делами. Ездить на рейды, ездить, получается, на поезд, то есть там стреляться против ФСБ и полиции. Также вы можете коптиться. И у вас есть еще безвары. Поэтому, я думаю, каждый для себя что-нибудь найдет. Если вы, допустим, любите плюс С, то, конечно же, идите в ОПГ. А если любите РПС-стрелбу, то идите в мафию. Ну что ж, теперь давайте перейдем к государственным организациям, какие есть организации. Есть, получается, ДПС, ППС, ФСБ, ТРК, больница. То есть организаций, в принципе, тоже довольно-таки много. Их также можно осадить в GPS, получается, вот организации. А, еще воинская часть есть там и так далее. Но я думаю, это все понятно. Довольно-таки много организаций. Есть еще правительство, ФСИН там и так далее. Организаций много, они все разные. То есть есть разный транспорт, разный функционал. Но я думаю, каждый для себя что-нибудь найдет. Теперь давайте парим про автомобили. Их на проекте довольно-таки много. Есть несколько автосалонов. И также в каждом обновлении добавляют новые машины. Машину можно купить либо с автосалона, либо с рук. Также можно выбить рулетки, либо выбить с контейнеров. И здесь, получается, есть автосалон Mercedes, BMW, Lada, Automoto. В Automoto там много машин, там и Rolls-Royce, Lamborghini там и так далее. Теперь давайте парим еще про систему тюнинга. Потому что на проекте она также довольно-таки интересная. Есть много видов тюнинга. Именно можно ставить неон, различный неон. То есть есть неон-градиент, радуга и статичный. То есть вы можете ставить третий чип. Также можете ставить аудиосистему и нитро. Как выглядит аудиосистема? Вы нажимаете кнопочку С. И здесь вы можете включить неоновую подсветку. И также еще есть тробоскопы, пацаны. Да, это тоже такой вид тюнинга, который стоит очень больших денег. Но нас интересует аудиосистема. Вот так вот выглядит аудиосистема. То есть здесь есть список ваших песен. Песни можно закачивать через сайт. То есть вы включаете музыку, допустим. И эту музыку будут все слышать. Кто находится возле вас. Там в радиусе 50 метров. То есть вы можете настраивать музыку. Можете как бы ее сделать тише, громче. Можете переключить. Можете поставить песню на повтор. Либо можете выключить аудиосистему. То есть функционал очень даже хороший. Подобные системы есть на других проектах. Но здесь это реализовано максимально удобно и комфортно. Поэтому я считаю то, что именно на проекте Mazinger Roller Play. Эта система полностью доведена до ума. Вмещается, если что, 30 песен. Также есть тюнинг V100. То есть здесь вы можете починить свой автомобиль. Сделать капитальный ремонт. Либо также можно убрать тюнинг, если вам что-то не нравится. Вы можете также покрасить автомобиль. Поставить винил. Затонировать. Поставить диски. Их, конечно, не так уж и много. Можно было бы побольше. Но я думаю, так нормально. Тонировка. То есть можете полностью затонировать свой автомобиль. Поставить спойлер. Есть такая тоже функция. То есть тюнинга на проекте тоже достаточно много. Также вы можете поменять цвет фар. То есть вы можете поставить обычные. Фары желтые. Там немножко посветлее. Ксенон там и так далее. То есть фары тоже меняются. Ну и вы можете еще занижать автомобили. Ставить развалы. Занижение доступно не на всех автомобилях. Но в основном на новых машинах это есть. Теперь давайте парим про развлечения. На проекте есть различные развлечения. В том числе, конечно же, казино. Система казино старая. Но в разработке идет новая система казино. Которая будет намного лучше. Функциональный. Но пока что здесь есть получается хай дайс. И есть дайс. То есть вы можете прийти. Пограть в казино. Также есть другие развлечения. Допустим, кооперный клуб. Где вы можете постреляться. Есть парашюты. Где вы можете попрыгать. Контейнеры. Это такая тема. Откуда вы можете за определенную сумму денег выбить. Допустим, там автомобиль. Либо аксессуар. Одежду там и так далее. То есть в этих контейнерах есть разные плюшки. И вы должны поставить цену на контейнер. Там допустим 6 миллионов. Либо 8 миллионов. И если вы выиграете ставку. То вы открываете контейнер. И как бы вам выдают приз. Вы можете либо уйти в минус. Либо уйти в плюс. То есть там реально можно неплохо окупиться. Допустим, вы можете поставить на контейнер 8 миллионов. И из него выбить автомобиль. Допустим, кибертрак. У него goska 40 миллионов. То есть вы примерно заработаете 30 миллионов. Итак, вот остается получается несколько минут. И сейчас должны заспавниться контейнеры. Они спавнятся, как я и сказал, каждые 2 часа. Всего спавнятся 4 контейнера. 2 контейнера по 6 миллионов. И 2 контейнера по 8 миллионов. Из каждого контейнера может выпасть разный лут. Чтобы узнать информацию, что может выпасть контейнеры, вы подходите, пишите команду con. И здесь вы можете посмотреть, что в принципе выпадает из данных контейнеров. Ну что ж, теперь давайте поговорим про недвижимость. Какую недвижимость вы можете себе приобрести? Вы можете себе купить обычный дом, либо дом на Рублевке. Также вы можете купить себе бизнес. Чем отличается дом обычный от дома на Рублевке? То есть вот, допустим, я сейчас нахожусь на Рублевке города Южный. Есть еще Рублевка города Разомаса. В обычных домах вы можете просто жить, хранить там вещи и так далее. Но на Рублевке вы можете чинить целостность в автомобиле. То есть на каждом автомобиле есть целостность, которая от пробега, либо от частого ремонта ломается. И из этого у вас будет расходоваться топливо. Также на проекте достаточно много бизнесов. Бизнесы можно просить тоже в GPS. То есть много бизнесов. Есть АЗС, 24 на 7, аптека, СТО, спортзалы. Риэлторка, нотариус, магазин одежды и магазин оружия. Довольно-таки много бизнесов, как бы, разных. Конечно же, цены на бизнесы не маленькие. Но самые прибыльные бизнесы стоят просто огромных денег. Ну, как к примеру, допустим, вот есть магазин оружия на Рублевке. Стоит он там около, наверное, 50 миллионов. Я не знаю. Фильмки здесь, конечно, толком нету. Но сам бизнес довольно-таки интересный. То есть вы можете сюда прийти, купить себе там бронежилет, дробовик, обрез. Там разное оружие, которое вам поможет там обороняться, либо кого-то убитым и так далее. Также есть такие бизнесы, как 24 на 7. Это такие, знаете, самые ходовые бизнесы, самые популярные. Которыми игроки пользуются каждый день. То есть здесь вы можете приобрести себе телефон, сим-карту, ремкомплекты. С помощью этих ремкомплектов вы будете чинить целостность своего автомобиля. Также здесь вы можете покушать, купить себе там всякие фейерверки там и так далее. То есть чисто такой, знаете, магазинчик, где здесь, в принципе, все. Такое самое необходимое, по мелочи. Также в каждой оборочной семье есть банкомат. Ну и последнее, о чем бы я хотел вам рассказать, это система семей. Потому что она здесь довольно-таки интересная. Много всяких плюшек, функционала. Поэтому я думаю, вам будет интересно об этом послушать. Первое, что вам нужно знать, то что для семьи нужно покупать особняк. Особняк, как бы, стоит там 70 миллионов. В Бусаево, по-моему, 30 миллионов. Короче, цены разные. Как бы, есть и на Рублевке дома, есть и в Арзамасе, Бусаево. То есть особняки разбросаны по всей карте. То есть особняков много, и я думаю, каждому, в принципе, хватит. Выглядят они вот таким вот образом. Вот такой вот дом с большой территорией. Также есть гараж. То есть семью вы себе можете покупать различные автомобили. Абсолютно разные, которые есть в автосалоне. Ламборгини, Роуз-Ройс и так далее. То есть можете купить абсолютно любые машины, которые есть в автосалоне, к себе в семью. Также в каждом особняке есть склад, куда вы можете ложить различные материалы, патроны, маски, аптечки и так далее. Также есть различные улучшения за ваучеры. Накопить на них довольно-таки сложно, но, в принципе, можно купить за донат. Различные улучшения здесь есть. То есть с помощью этих улучшений вы можете там крафтить оружие, ходить на рейды, воровать патроны военных. Вот каждое там улучшение за что-то отвечает. И здесь вы можете также об этом, допустим, почитать. То есть улучшений очень много, и их еще будут добавлять. Поэтому у семьи огромный просто функционал, огромные возможности. Вот как бы покупка транспорта, то есть за ваучеры вы также можете покупать автомобили. Множество из этих автомобилей вы не сможете купить в автосалоне. То есть это, так сказать, эксклюзивчик. Также есть услуги, то есть вы можете ваучеры обменивать на деньги, можете обменивать на ресурсы. Можете заспамить автопарк, купить анализацию, заспамить транспорт и так далее. То есть ваучеры это такая вот весомая валюта, которая есть в семье. Вот есть, получается, вот такая вот темочка. Здесь расписано, как получать ваучеры. Ну что ж, дамы и господа, я на это буду заканчивать, надеюсь вам понравился мой обзор, понятное дело, что я не все вам показал, я вам показал самое основное, что будет интересовать новых игроков, либо тех, кто только начал играть, я вам показал заработок, я вам показал системы, работы там и так далее, если вы хотите сами посмотреть, то конечно же заходите на проект, все полезные ссылочки есть в описании под видео, то есть реально проект хороший, интересный, я уже играю здесь 6 лет, поэтому я вам реально советую зайти попробовать поиграть, я уверен, что вам понравится. Возможно через год я запишу такое же видео и мы посмотрим, как изменился проект за это время, от вас хочу видеть максимальную активность, давайте реально в этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.